Нам на орешки, нам на потешки. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой. С одной стороны, потешки, народные костюмы, игрушки-террорушки. С другой – запричастное творчество, духовные стихи и канты. Семинар, как отражение переплетения православных и народных глубинных традиций. Здесь и слушатели в перемешку. Рядом со студентами светского учебного заведения, колледжа культуры, учащиеся в духовной семинарии. И в жизни богателю прийти все ли со мной. Все участники едины в желании сохранять традиционные ценности – семейные, культурные, духовные. В Новосибирской области, в Болотнинском районе, в селе Болотное, священником, выходцем из фольклорной среды, была создана школа традиционной народной культуры. Он ее создал для своих пятерых детей, чтобы воспитать их на основе традиционных ценностей, чтобы сформировать атмосферу. И сейчас при крупнейших храмах в Москве, в крупных городах, в Петербурге, существуют фольклорные студии именно нашего этнокультурного направления, которые стараются продолжать эти традиции. Этнокультурные обряды и традиции – ценное наследие, говорят семинаристы. Его собирают по крупицам, но оно, как никто, раскрывает историю народа, историю христианства. Теперь знание об этом поможет дополнить новое издание – сборник православных песнопений «Старожилов Алтая». Профессионалам, кто занимается этим делом, поет, возрождает духовные песнопения. Конечно, библиотеки все получат вот эти экземпляры. Разумеется, будет немало количества экземпляров библиотеки Барнаульской духовной семинарии. Так что можно будет всем желающим познакомиться с этой работой. Ну и мы, конечно, надеемся, что она будет цена и полезна. Новый сборник высоко оценили специалисты. Книга дает широкие представления о фольклорных праздниках русских и национальных датах коренных народов Алтая. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.